Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал Мистер Босс. Сегодня мы с вами продолжаем обзор модов для Сноуранга. И сегодня у нас на обзоре, ребят, ну это просто что-то вообще гигантское. Вы посмотрите, там Камазик прям Азов-то, который здоровый, да, он каким-то маленьким прям даже там кажется, да, у нас вообще здоровенный мод Берлиет Т-100, ребята. Вот такой вот у нас. Сейчас мы сразу с вами посмотрим, ребят, секунду. Берлиет Т-100 для Сноураннера. Автор данного мода Владсип 72. Сверхтяжелый грузовик. Сейчас мы его вот здесь вот так откроем, ребят, с вами, давай вот сюда. Сверхтяжелый грузовик 6х6. Французский гигант компании Берлиет в середине 20 века. Всего было выпущено 4 грузовика, немного отличающихся по форме и функционалу. Тем не менее, этот мод будет единым вариантом. Этот грузовик массой более 50 тонн, ребята, может принимать на шасси до 6 грузов. 6 грузов. Удивил. Он длинный и широкий. Не очень хорош для маневрирования или подъема, зато очень хорош для бездорожья с большими колесами. Вы можете услышать старый дизель Куминс внутри и обновить его. Выбор между коробкой передачи высокого диапазона и коробкой передачи для бездорожья. Предоставляется полный спектр типов шин, работающий АВД и Дифлок для лучшего пересечения коротких дорожек. Пара трубок в кабине высотой 4 метра делает грузовик бесстрашным против воды. Среди стандартных настроек для переноски есть два экспериментальных. Четырехточечная платформа и шеститочечная тележка. Купить в любом регионе можно стоимость около тяжелого грузовика по умолчанию. Некоторые аддоны заблокированы рангом игрока. Важна полная загрузка платформы. Я никогда раньше не видел в игре машин с параллельной загрузкой. Сделать это обычно способом не удалось. Поэтому после автозагрузки вам нужно будет вручную перемещать грузы в меню функций, чтобы получить правильный вид. Достаточно легко загрузить одноточечные грузы, загрузить двухточечные и сложить их сложнее. Также будьте осторожны с грузом крана, распаковкой или переносом на другую карту. В общем, какая-то проблема, я так понимаю, с ним здесь. А именно с погрузкой мы сейчас с вами все это дело, ребята, как раз и поглядим. Заводим. Анимации двигателя у нас присутствует. Звук такой классный завода. Да? Звук завода реально прикольный. Анимации рулевых тяг у нас присутствуют. В этом плане, конечно, молодец. Рама здоровенная. Колеса, ребята, здоровенные. Анимация кардана у нас также с вами присутствует. Пятиступенчатая коробка пидорача у нас здесь с вами идет. Девятьсот пятьдесят литров емкость топливного бака. Два литра мы сразу с вами потратили. Только завели. Три литра уже, да? Только завели данный автомобиль, ребята. Размеры, конечно, реально впечатляют. По текстуре колеса вроде неплохо. Да? Рама вроде так тоже ничего. Сам по себе текстура на машине тоже вроде очень даже неплохая, ребята. Так что, смотри, анимированы все эти трубки здесь какие. А, вот четырехметровые трубки. Наверное, про них он имел в виду, я так понимаю. Анимация руля у нас с вами здесь присутствует. А это что такое посередине с вами? Я поворачиваю. И там что-то еще у нас тоже здесь поворачивается, да? Анимация зеркал присутствует. Это неверные зеркала, но какие-то они у нас вообще маленькие. А вот те зеркала, которые, ребят, спереди, вот эти, в них-то мы нифига с вами и не видим, ну, такой себе, да? То есть они как бы есть, но их как бы нет. А в эти малютки в правое зеркало вообще ничего не увидеть, видите? Там вообще тишина, вот я мышкой здесь вожу. Здесь, ну, ну, лучше выглядеть вот так, наверное, чем в это зеркальце маленькое что-то смотреть. Так, включаем нейтралочку. Тахометр у нас рабочий. До 3000 оборотов, да? Спидометр, я так понимаю, тоже у нас рабочий идет. Да, все работает, все здорово. Куда повернут руль? А, это он у нас показывает угол поворота колес, видимо, здесь, да? Неплохо, неплохо. По салону, кстати, давайте пробежимся. Руль какой-то неебически здоровый, как по мне, ребят. Прям очень даже какой-то он гигантский. В целом, в салоне все хорошо, стекла у нас присутствуют. Ручник, звук включения ручника у нас есть свой. Какой-то идет фары включаются, что даже днем мы видим, что они ярко очень у нас горят. Где? Где? Промотать время. Вот, вот так, ночь. Ну, фары очень яркие. Реально, фары очень прям яркие. Вот так снаружи, да и снаружи яркие, и снутри очень яркие. Подсветка оставляет желать лучшего, ребят. Единственный такой, скажем, ну, как бы полуминус для меня, да? Вот, чтобы подсветка не очень симпатична. Так, я сам езжу часто от первого лица. Ну, и размеры руля. Какой-то он гигантский, вам не кажется, ребят? Какой-то он вообще прям очень и очень здоровый. Ладно, блин, смотри, он на локацию гаража здесь еле умещается, да? Вот так, смотри, запарковались. КамАЗ рядом, просто игрушечный у нас, ребята, находится. Переносимся в гараж, поехали по двигателям. Куминс 600 лошадей, 700 и Турбо Мека 1000 лошадиных сил. 30 тысяч он у нас стоит. Коробка передач шоссейная установлена. Сейчас ставим. Там была пятиступенчатая внедорожная, четырехступенчатая коробка пидорач. Подвеска серийная, ребят, шины. Есть шоссейные. Отлично, хорошо, плохо. Есть вездеходные, хорошо, отлично. Средние внедорожные. Средние, отлично, хорошо. Ну, и самый, наверное, наш вариант. Средние, хорошо, отлично. Как раз поездить, ребята, по бездорожью именно. С цепями также присутствуют. Цепи одеваются. И, кстати, на трассе плохо, а везде, смотри, в грязи, на льду, даже у нас они идут отлично. Лебедка серийная, сверхтяжелая уже установлена. Дифференциал подключаемый. Шноркель. Модель 1, модель 2, модель 3, кстати, симпатично смотрится. Модели кузова. Ремонтные части и колесо. 4,500 стоит у нас 300 очков ремонта, одно запасное колесо и один топливный бак на 300 литров. Также ремонтные части есть, где только топливный бак деталей ремонта. Борт стандарт 3 груза вмещает в себя. Бортовая платформа может вместить 3 обычных груза. В замену установки с лебедкой и ремонтными частями только бочки с топливом остаются в запасе. Борт экспериментальный, 6 грузов. Кстати, смотри, вот за это, чуваки, смотрите, он сделал как описание здесь, видите? Вот за это, бля, респект. Мало кто из мододелов вот это делает. Кто у нас? Влад Сип 72. Вот за то, что ты здесь сделал в игре описание, то, что выбираешь, это реально очень круто. Вот этому другим мододелам надо поучиться у тебя. Борт с экспериментальной широкой загрузкой на 6 мест. Важно, это нестандартная игровая механика, после автопогрузки нужно сдвинуть груз по платформе через меню функции V. Больше инфо в описании мода. Мы сейчас его и установим с вами, посмотрим, как это работает. Я так понимаю, есть стандартные 3 груза, загрузили, поехали, да? Ну, для такой машины это реально нестандартно. Платформа с рампой 2 груза. Платформа стандарт 2 груза. Рампу сюда мы еще загнать что-то с вами можем. Платформа экспериментальная 4 груза. Передвигать груз на нужную сторону через меню функций в 2 ряда, да? Передний распуск устанавливается. Но он здесь так несуразно смотрится. Кран-лесопогрузчик, погрузочный кран вообще. Смотрите, как он, да? Как игрушечный, да? И высокое седло у нас сюда устанавливается. Слушайте, ну давайте берем на 6 грузов. Посмотрим вообще, как это дело все там работает, ребята. Также у нас противотуманки присутствуют. Крыша кабины, козырек ставится. Кондиционер можно установить. Но не стандартный белый, а хотя бы покрасил он в цвет. Это реально здорово. Выхлопные трубы. Три вида у нас выхлопных труб идет. Одни оставляем снизу. И три вида дисков, ребята, идет. Давайте вот такие вторые поставим. Много всяких идет раскрасок. Прикольно, да, такой? Прикольно. Слушай, но стандартная раскраска, как по мне, очень даже ничего. Также можно установить фигурки. Также можно установить аксессуары и украшения на капот. Вот какие-то. Мы же, да, сейчас с вами тысячу лошадиных сил поставили. Да, вот его сейчас отсюда мы и выгоним с вами. Покинуть гараж. Охереть он, конечно, здоровый. Ну и звук завода очень и очень крутой, ребята. Давайте посмотрим, что у нас здесь за погрузка такая. АКП реверс. Вперед теперь. Четырехступенчатая коробка передач у нас здесь идет. Дефолтные прицепы все цепляет он, да, и под высокую сцепку тоже цепляет. Своих прицепов никаких нет, но вот под такую балду, да, можно было, наверное, сделать и какой-то свой еще прицеп. Итак, поехали, ребята. Итак, поехали. Давайте маленький груз устанавливаем. Вот, запчасти для машин, например. Загрузить F. Загрузить F. Теперь управление грузом. Нет, не то. Не то. Отставить. Через функции. Во! Через функции. Смотрите, ребята. Распаковать груз. Распаковать груз. Двигать. Бля, это сложно. А, подожди, может быть... Нет. Двигать место один, да, например? Нет. Слушай, непонятно. Он нас на ноль все равно перекидывает и упаковать груз. А, во! Он должен быть упакован. Ну, смотри, ребят, что происходит. Смотри, что происходит. Так. Теперь. Бля, мы сейчас с вами разберемся. Пусть у нас уйдет на это весь обзор, да? Не туда загрузили. Загрузка грузовик. Ставим сюда его. Далее. Заходим опять в функции. Двигать место один. Вот как это, видимо, работает. Так. Закрываем. Блин, ну мне надо его туда задвинуть, я так понимаю, ребят. Или он у нас так будет двигаться прямо? Эв. Загрузили. Функции. Двигать место два. Не хочет двигать место один. Двигать место два. Это у нас будет двигать место три, значит. Или четыре. Или пять. Слушай, он не хочет вот это как-то нам нужно здесь задвинуть. Короче, ребят. Очень пока... Очень пока непонятно, но... Но интересно, блин. Такой лего, знаете. Лего прямо у нас здесь самое настоящее идет. Двигать место четыре. Двигать место три. Как-то вот так подвинули управление грузом. А, так я могу сразу их здесь захерачить. Смотри, все вообще. И теперь нажимаем. Двигать место пять. Сюда отодвигаем. Двигать место четыре. Сюда отодвигаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Короче, вот таким каким-то образом мы это с вами везем. И я так понимаю, мы вообще можем здесь с вами... А, грузовик уже мало места. Ну вот у нас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Типа загружено. Немножко это, конечно, не суразно загружено, ребят. Но... Но как есть. Ну как есть, 6 единиц груза можно себе возить. Короче, я так понимаю, что больше даже... А мы вообще с гаража-то выйдем с вами. Ебану, это было прям на грани. Я так понимаю, ребят... А, вот, зеркало стало видно, смотри. Да, зеркало стало немножко видно, но в него ни черта не видно. Правого до сих пор не видно. Левое... Еще как-то вроде немножко видно, но толку никакого нет от этого. Короче... Короче, с подгрузкой очень все пока непонятно. Но я думаю, если превостриться, все это дело там понажимать... Ух ты, мне даже показалось, что у него подруливающие колеса какие-то идут задние. Полный привод у нас подключаемый. Блок дифференциала также, ребята, подключаемый. Повышенное здесь у нас отсутствует. На автомате в горочку, как на повышенной, в принципе, 26 км в час мы с вами двигаемся. Я думаю, перевозить именно вот так 6 очков груза... 6 очков груза, ребят, наверное, данный мод все-таки не пойдет. Я думаю, данный мод, наверное, больше рассчитан именно под высокое седло. Именно под высокое седло, ребят. Слушай, ну прикольный, да? Сейчас еще платформу, может быть, глянем, если не забудем. Он не быстрый, 30 км в час. Максимальная его скорость была, да, 32 км в час мелькнула. Что-то с горочки даже немного. А так, в среднем, вот одна скорость у него, четвертую набрал 27 км в час. Что он у нас? Эти даже, наверное, знаки здесь и не заметят. Ямки тоже эти все не замечают. Сейчас мы для интереса с вами выйдем. Вот здесь у нас с правой стороны есть яма. А, ну, он просто даже, да, здесь? Смотри-ка, даже призадумался. Я думал, пролетит. Я прям был уверен, что пролетит. Он здесь у нас уверен. Ребята, вот здесь давайте посмотрим, как он такие вот преграды будет у нас править. Слушай, ну это монстр, бля. Ну да, у него даже туда не успевают упасть колеса. Во-первых, колеса сами по себе здоровые. Урон немножко получаем мы с вами здесь, да. Но выбирается, пробирается он у нас без каких-либо здесь, ребята, проблем. Поехали прокатимся по трубам. Пока мы не... А на нем где хочешь, я так понимаю, можно ездить, да? 22 километра час, 23 у нас на L+, ребята, с заблокированным дифом. А, и на автомате такая же скорость, я так понимаю, идет. Давай, автомат ставим. Примерно такая же скорость на автомате, но с дифом он идет гораздо здесь у нас, ребята, поприятнее. Заезжаем. Заехали, да? Заезжаем сразу. 85-ю грязь, потому что 75-ю, ну, будет вообще смешно, если он у нас там как-то задумается. И 85-й грязи. Он у нас пробирается просто, ребята, на ура, не задумываясь вообще. Заезжаем в сотку. Но он должен проходить здесь. Здесь я не буду ругаться, если он у нас проедет. По идее... Ах, мы еще с вами за дерево какое-то зацепились, да? Надо сейчас от него... Да, вот мы от него вроде отстали. Слушай, ну не так даже быстро он здесь идет, как я, честно говоря, подумал. Слушай, ну монстряга, ребята. Да? Сейчас давайте возьмем платформу. Проезжает, короче, без каких-либо проблем. Слушай, а мы можем на этом полигоне где-то скинуть груз? Вообще нет? Нет, здесь у нас никаких разгрузок, я так понимаю, нет. Проезжаем, ребят. Проезжаем. 85-ю грязь. Даже можно ему вот так поменьше сделать обороты, да. Обороты двигателя. И он даже как-то посерьезнее здесь у нас поехал. В общем, немножко это несуразно выглядит, как здесь груз. Один в один входит. Как это будет при разгрузке, надо будет... Блин, нет у нас, да, здесь зоны разгрузки? Я даже и не припомню. Вроде никакой и не было. Элечка. Элечка плюс и поехал, да. Уверенно проезжает, ребят. Поехали обратно в гараж. Поехали обратно в гараж. И приобретем его сейчас заодно, посмотрим, сколько он у нас вообще, ребята, стоит. Шоссейный грузовой. Грузовой, тяжелый. Ну да, в тяже он у нас, скорее всего, занесен здесь, да. Вот он, Берлиет с Т-100. 129 тысяч 400. Стоит 130 тысяч он у нас. Купить и вывезти со стоянки, да. И поехали сразу по тюнингу модули кузова. Оденем ему вот такую еще платформу с рампой. Два груза. Помимо удобный способ для перевозки других машин. То есть, я так понимаю, покинуть гараж. Вот так он у нас выстраивается. Сейчас мы с вами для интереса построим здесь, например, например, два груза. Кстати, вот на пятиступенчатой короткой передаче у нас идет повышенное. Идет повышенное. Загружаем два груза. Сейчас посмотрим, как это вообще работает все дело. Раз груз, два груз. Да, два груза загрузили. Теперь выдвинуть рампу. Не, а как я сюда машину? Подожди. Функции. Не, выдвинуть рампу, распаковать. А для какой машины, он говорит, перевозки? Нет, груз однозначно надо убирать. Я так понимаю. Ну, а смысл? Как? У нас вторая машина здесь никакая не зацепится, да? Или мы ее хоп и сложим потом. И шо? И как у нас машина будет? Нет, она просто у нас на груз здесь и улетит. Удалить груз. Раз, два. Выдвинуть рампу. Давайте, например, создать. Ну, давай возьмем... Не, ну это здоровый, наверное. Вот Азов 5319. Берлиет еще такой же, да? Буар, Катерпиллер. Ну, что, стандартные, да? Давайте возьмем лонкорны. Бля, шуми все большие, тут какие-то машины. Стандартные, типа, вот, 5070. International Paystar. Ебать, он маленький какой. Ребят, смотри. Я вообще вот этого не ожидал. Для меня Paystar казался таким большим. Посмотри, он рядом с ним. Он по колесу ему где-то идет. Полный привод. Заедет он у нас сюда вообще? Ну да, вот куда здесь? Вот там у меня груз был. Вот куда? Тихо, 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 тихо. Заезжаем. Братик, давай. Забрались сюда. Забрались. Ручник. Пересесть. Упакует он его? Удалить прицепы. Присоединить прицеп. А, слушай, у него нет упаковать, я так понимаю. И выдвинуть рампу обратно, ее, типа, сюда закинуть. Вот. Мы его вот так зажали, чтобы он у нас никуда не вылетел. И с ним, типа, наверное, покататься, ребят. Ну, если это доп-груз, как там написано, два груза и еще какую-то машину, ну, разве что какую-то легковую машину, не более того. Короче, ребят, интересный грузовик, интересный грузовик в плане работы, ребят. Ой, бау, у нас отсюда вылетит, нет? Нет, ну, вылетит ему здесь на изи, на самом деле. Интересный, ребята, грузовик в плане самой такой модели интересной, да, наверное. Потому что такого мы особо не встречали с вами еще здесь в игре. Но для каких он целей? Для какой-то ремки довести, да? Нет. Большие груза возить. Я думаю, что это типа а-ля конкурент для Колобану, который он у нас здесь вообще не хочет даже выбираться здесь с течением, справляться. Слушай, насколько, насколько резина, я так понимаю, ребят, влияет. Ты посмотри, он вообще здесь не поехал. Где сменить шины? Давай, супер-хэви. Супер-хэви поставили. Поехали. Он с течением не может справиться реально? Ой, братан. Слушайте, а мне интересно, Колоба бы у нас здесь справился бы с течением? С течением, а? Блок дифа. Ой, братан. И он там за какие-то камни, да нет. Я здесь сколько катаюсь на всяких машинках, да? Ой, как ему тяжко, ребята. Вот это да. Вот это я сейчас не ожидал. Вот это я сейчас не ожидал. Ты посмотри, как ему тяжело, ребят. Мы отсюда с вами еле-еле выбрались. Обалдеть, братан, ты чего? Ему здесь было нереально тяжело, ребят. С камнями. Слушай, либо так подвеска играет. Смотри, он просто у нас здесь встает, и он не может никуда даже ехать. Обалдеть. Вот это, вот это сейчас для меня что-то прям как-то это... Как-то, наверное, такого не должно быть. Смотри, что происходит. Ребят, ну вы согласитесь, что это не дело? Обалдеть просто. Короче. Я прям стал сейчас разочарованным резко. Я просто боюсь, что здесь-то он у нас вообще не поедет. Офигеть. Нет, братан, ну он должен ехать-то. Ну что с ним? Ну и как ему тяжело в горке какие-то, да? Нет, Анар здесь намного круче даже будет, я думаю, ребят. Ой, Тонар, это, Колоб. Колоб, я думаю, будет намного круче. Конечно, слушай, ну надо здесь, автор, посмотри, что-то явно здесь какая-то проблемка у нас вырисовывается, да, с этим грузовиком. Ребят, в общем, как-нибудь, может быть, мы его возьмем, где большой груз надо будет довезти. За место Колоба с высоким седлом можно будет посмотреть. На сегодня, ребята, все. Что вы думаете по данному моду? Напишите, пожалуйста, ребята, в комментариях. Я желаю всем счастья, здоровья, до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok